всем привет с вами крым глазами местных привет дорогие друзья посмотрите какая шикарная поляна сегодня вас встречает у нас на канале как всегда самые красивые виды на канале крым глазами местных вам покажет юля и слава мы сегодня приехали на природу сегодня покажем вам и немножко горы красивые и немножко моря и небольшие изменения в одном из населенных пунктов крыма но я думаю море будет множко множко помножко будет море потому что очень хочется уже туда поближе на пляж потому что у нас сейчас плюс 21 22 2 апреля 2 апреля у нас такая шикарная погода просто сейчас уже начинается дымка уже море прогревается уже сейчас пойдут туманы если таким темпом будем купаться уже в середине апреля кто-то но сейчас от юли немножечко местных цветочков дымка уже начинается Друзья, ну а сидели мы вот в такой шикарной природной клумбе, это гисперис или ночная фиалка, вечерница еще называют, семейство капустные. Вот такая красивенная поляна сиреневых цветов, очень здорово. Вы знаете, у нас многие показывают цветочные поляны, да, когда начинает все цвести, но вот такого я еще не видела, чтобы вот такие поляны показывали. Сейчас, конечно, пик сезона тюльпанов, разные дикие начинают уже в полный цвет входить. Ну, а сейчас вот так. У нас здесь в районе Ласпи, Батилимана, можно найти. Только посмотрите на эти поляны шикарные, и пчелоплотник, да, летает, пьет нектар. Обалдеть. Ну, остановились мы на Турецкой поляне, это место для отдыха. Здесь много есть беседок, мангалов. Вот кому интересна информация ГБУ Севастополя, дирекция ООПТ и лесного хозяйства. Давайте пройдемся, посмотрим. Прямо это по пути к Батилиману, куда мы и направляемся. Посмотрите, какие кактусовая оранжерея прям. Мангалы, беседки. Так, что у нас написано? Добро пожаловать на Турецкую поляну. По тарифам ничего. Правила, администрация. Ну, можно позвонить. Телефон я оставил. Здесь качелька. Кто-то вот отдыхает уже. С видом на Ласпинскую бухту. Прямо по курсу у нас Ильяская. Хорошо сегодня безветрено. Смотрите, какие можжевельники. Столетние, если не больше. Разведение огня в оборудованных местах. Понятно. Приготовление, прием пищи. Пешие прогулки по всей территории. Очень классное место. Воздух здесь такой чистейший. Можжевельник прям чувствуется. Так, кто это у нас? Крымские татары встречают нас. Здесь уже кто-то расположился. Местные аборигены. Еще мангальчики. И здесь можно спуститься вниз к пляжу Таврида. Ой, смотрите, как внизу. Сколько уже настроили этих мобильных домиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырнадцать. По-моему, четырнадцать штук. Но мы не будем спускаться вниз по этим ступенькам. Поедем на машине. Сначала заедем на Ботелеман. Ну, и потом еще на Тавриду. Но хочу обратить внимание на скалу Кушкая, которая возвышается над нами. Мы туда ходили по тропе. Ссылочку вы сейчас видите. Выскочила в подсказках сверху. Ну, и оставим в описании. Кто не видел, посмотрите. Подъем туда такой трудный. Но есть несколько путей. Да, дорога, конечно, разбита на спуск. Ой-ой-ой. Как будто щебень один. Да ничего, потихонечку. Машин пока нет. Не сезон. Просто как здесь разминуться? А здесь всегда проблема была. Я помню. Вереницей такой пропускали. Итак, друзья, мы подъехали. Здесь, конечно же, закрыто. Но лазейка осталась. Надеемся, этот пляж никогда не закроют. А мы сейчас спустимся. Посмотрим, как он себя чувствует после шторма. Плохо себя чувствует этот спуск. И пляж себя плохо чувствует, потому что его стало мало. Да? Да. Очень-очень обидно. Слушайте, зато какие виды. Посмотри, горы нависают. Красота. Ну, здесь, да, классно. Это такой прям юбка-юбка. Да? Такой прям лазейка. Если успели заметить, мы уже в футболках. Потому что реально уже в кофтах жарко. Даже джинсовую курточку я оставила в машине. Я не думаю, что я замерзну. Как раз отличная погода. Солнца яркого нет. Что было хорошо. Очень-очень болят ноги после Орджоникидзе. Этот ролик у нас вышел ВКонтакте для Донов. Ой, он был самый экстремальный, наверное, за всю нашу историю канала. Ужас. Я в конце чуть не заплакал. А Юля меня ждала два часа. Без связи. В холоде. Без с севшим телефоном, с камерой севшей. Что у меня? Денег нет, одежды нет. Все в машине. Пришел ужасный туман. Холодно. И я сижу, жду. Чего жду, непонятно. Ты переживала за меня? Очень. Я боялась, что ты сейчас в тумане где-нибудь грохнешься. Там же тропинки как таковой не было. Цепучка. В общем, ссылка на ролик будет в описании под этим роликом. Переходите, поддерживайте наше творчество. И смотрите там очень много роликов эксклюзивных. Больше нигде их нет. Так, здесь у нас ничего не изменилось. Лестница открыта. Предупреждение, что она в аварийном состоянии. Через Можжевеловую рощу. Сейчас спустимся на пляж. Совсем не длинный спуск. И начинается самый такой колорит. Да, колорит очень изношен. Вот предупреждение тут есть, что это аварийное состояние этой лестницы. Осторожно. Как бы надо. Главное не провалиться. Так, Юля говорит, пляж стал меньше. Что-то я не замечаю, что он меньше. Хотя, наверное, все-таки да. Сейчас спустимся поближе. И все посмотрим. А пока вот такая живопись. Страшно тут. Такие красивые горы за спиной. Ладно, спускаемся. Куда дойдем? Вдруг там вообще нельзя выйти к пляжу? Да, можно, можно. Здесь залатали. Саморезы торчат. О, здесь уже нет одной ступеньки. Также могут и остальные провалиться. Сбоку наступаю аккуратно на них. Слушайте, вверху такой штиль вообще не малейшего ветерочка. А внизу прям море волнуется. Барашки. О, здесь опять. Да, если подо мной лестница сломается, будет неприятно. Ох, ох, ох. А что здесь произошло? Так, так, так. Завалило камнями. Это все, наверное, море набросало. Честно, я сейчас не могу вспомнить, как лейную лестницу точно выходила на галечный пляж. Но сейчас вот на булыжнике нужно вот туда вот пропрыгать. Да. В общем, теперь это спуск в воду. Берег стал ближе, да? Да. Слушай, вот тут, по-моему, уходили, ну, галька была, да? Ну, конечно, вот ступеньки шли. Да, теперь только по булыжничкам, в обход. Да, отчетливо видно, что пляж стал меньше. Посмотрите, какая здесь галька. Она просто идеальная для массажа. Лучше и не придумаешь. Все, Юляшка пошла открывать сезон. Все, закрываем сезон. Тюлень какой-то тут развалил свои булки. Вяч, просыпайся. Поехали дальше. Может, это манекен вместо вяча? Алло! Алло, полиция! Здесь тело не хочет уходить с пляжа. Тук-тук! Просыпайся! Зачем так делать? Пойдем! Не хочу. Ну, пойдем! Нет. У нас еще планы. Алло! Лестница опасна даже тем, что металлические ее детали тоже проржавели уже и в некоторых местах обвалились. Так что тут вообще не только в досточках проблема, которая тоже ломается и падает, но и вот так вот под ногами может отвалиться, и вы уходите вниз. Опасная лестница, опасная. Ну, а что делать такой пляж с такими растительными экземплярами? Здесь все, что у нас растет в Красной книге. Да, то есть тут есть и иглица, которая густым ковриком по полу стелется. Здесь и фисташка туполистная, и можжевельник, иудино дерево бесстыдница вот голенькая стоит. Шикарное просто все вокруг, кроме лестницы. Да, друзья, дорогу, конечно, разбило прям сильно. Сейчас еще спереди покажу. А что это за дом такой многоэтажный? Я что-то не припомню. Был он тут? Дом. Ну, был, да. Тут вроде его достраивать начали, непонятно. Слушай, какой ужас, дорога тут, смотри, прям просила. Не знаю, как проехать, наверное, сейчас вот так вот сделаем. Не зацепим, я надеюсь. У нас клиренс нормальный. А вот нас пропускает человечище. Тыдыщ. Ой, боже, какой же пляж шикарный. Как он мне нравится. Вот и все, проход закрыт. На пляж Таврида не попасть. Даже если и попасть, то по этой лестнице не спуститься совсем. И приболела она серьезно. Так, ну что, мы пройдем на пляж или нет? Там дальше уже шлагбаум стоит полностью. Территория под постройку вот этих вот малоэтажных домов. Сейчас, может, туда пройдемся, еще посмотрим дальше, что там происходит. Здесь, я смотрю, никого еще нет. Ну, рановато. Конечно, не будем, нет, апрель только. Посмотри, зато какие горы есть. Мне просто интересно, я прошлый раз здесь общался с арендаторами. Вот, в прошлом сезоне им дали поработать. Интересно, как в этом будет. Здесь у них кафешка, все дела. А вот здесь лестница на пляж. Заколочена. Что с ней? А, ее вон вырвало. Нет, туда как бы совсем опасно для жизни ходить, к сожалению. А вон, смотри, оттуда спуск идет. Там какая-то база отдыха, каяки, я смотрю, стоят. А как же теперь попасть на пляж этот? Ну да, лестница, все, и труба. Пойдем в другую сторону еще прогуляемся. Может, пропустят. Так, друзья, паспорт объекта, давайте почитаем. 34 модуля здесь будет, палаточные места. Вот, на машинах сюда нельзя будет заехать. Ну, то есть, да, будут места вот под палатку и плюс еще 34 модуля. Срок выполнения работ, начало сентября 23-го, окончание, ну, вот, до конца года, получается. Получается, в этом сезоне еще, наверное, нельзя будет здесь отдохнуть. Ну, работа здесь вовсю кипит. Вот такие вот модули, можете видеть. Дальше, наверное, меня не пропустят. Стройка. Вот как-то так. Охранник нам попался такой интересный, много чего она рассказывала. Говорит, вот эта дорога, она не единственная. Сейчас вот организация, которая занимается всем этим благоустройством в этой части бухты, да, Ласпи. Говорит, здесь вот, ну, дорога я вам показал разбитая. Здесь есть вот мимо вот этого здания, которое выше белое, есть дорога направо через кордон. Ее более-менее сделали. Мы сейчас будем выезжать, вам покажем. Можно через нее заезжать сюда. Ну, а на пляж сделали вот такую тропинку. Пока только так спуститься можно. Ой, как шашлычками пахнет. Елки-палки. Вот это вот здесь. Конечно, не очень удобно, но осилить можно. Значит, жениться, надеяться, что все-таки делает хороший спуск этому пляжу. Привязали к дереву, чтобы здесь не так опасный спуск не такой опасный оказался. Ну, вот, в принципе, вы на пляже. Эх, красота. Один из наших любимых пляжей. Здесь у нас песок в перемешку с галькой. Посмотрите, какой песочек. Это не ракушечный, который липнет. Потом очень трудно его отмывать. Жаль, конечно, что лестница обрушилась. Может быть, организация сделает ее. Давайте дружно попросим в комментариях. Так, друзья, сейчас будем смотреть дорогу мимо вот этого дома. где-то направо надо свернуть. Ой, Бармалей, какие злые. Ой-ой-ой. Я палку достал. Вот сюда, да, я так понимаю? Вот тут открыли. Да, база отдыха лесной кордон. Правильно? Давай попробуем. Вот он, база отдыха лесной кордон. Тут еще написано. Государственное предприятие пансионата Севастополя. Пансионат Изумруд, база отдыха лесной кордон. Это вот это. База отдыха Бателеман, база отдыха Солнышко, база отдыха в Любимовке. Это все один центральный офис у них есть. Интересно. Давай посмотрим. Сейчас, погоди. Ладно, полетели. Ой, какие смешные домики мои. Беседочки. Так, вот туда вправо, наверное. Скорее всего, да? Да, потому что... Ну, если что, сейчас вернемся. Ой, никогда здесь не ездили. Что-то новенькое. Еще бармалечик. Это совсем злюка, наверное, да? И мой хороший. Охрана. Так, так. Ну да, отлично. Эта дорога, в принципе, есть на карте даже. Если посмотреть, она такая тоненькая. Но она есть. Тоже немножко петляющий серпантин. Под углом, конечно, зверским тоже. Посмотри. Ой, ну здесь вон разбито тоже так нехило. По крайней мере, это альтернатива, ты знаешь, если там будет сильно загружена дорога. А она всегда загружена. Да, это пока сейчас мы никого не встретили, там две-три машины всего лишь. А летом там просто вереница вниз, вереница вверх. Это очень сложно преодолеть. Просто охранник сказал, что здесь дорогу вроде как сделали, а она... Столбы-то новые, видишь, они себе тянули электричество туда. И дорогу, значит, будут делать хорошую. Боже, какая фантастика эти виды. Просто закачаешься. О, щебень такой жесткий. А, бывает, не жесткий. Который обкатало море и стало галькой. Кипарейцы с левой стороны, такие раскидистые красавцы. Нет, все равно, мне кажется, дорога поприятней была. Так. Так мы уже, считай, раз-раз уже выехали. Ну да, ну вот, кстати, шлагбаум. Эта дорога очень, очень экономит время. Ну, по большому счету, да. Будет новый заезд. Спасибо молодому человеку. Ну вот и сюда дальше получается проехать, если тот заезд, который всегда... А там бы мы сколько петляли? Долго? Ну, дольше. А тут раз и все. Да, в принципе, согласен. Такое приключение. И заодно посмотрим, как себя сейчас чувствует Балаклава. Какие там переделки еще уже произошли. Обязательно надо посмотреть. Там же яхтенная марина строится. А тут шашлыки жарятся. Ну вот. Это место как раз мы вам показывали в начале ролика. Ну, кому-то сейчас повезет вкусненькое мясо будет кушать. А мы только воду пьем. Не дотерпели мы до чебуреков. Я, честно, сказал, не поеду работать, пока не поем. Так что у нас небольшой привал. Котлета в тесте с кофеечком. А в Балаклаве работа кипит, что-то стучит. Сейчас будем разбираться. Подкрепились немножечко. Теперь можно и поснимать. Жара, конечно, сейчас стоит. 26 уже градусов, друзья. Вот чтобы вы понимали. В Балаклаве. Да. Не понимаю. До сих пор куртки и кофты. Не понимаю, почему люди ходят в куртки. Слушайте, как красиво. Смотрите, гора Кострон, крепостная. Там, где крепость Чимбала, вся зеленая. Такая здорово. Как красиво. Не, не сегодня. Другая программа у нас. Смотрите, что мы видим на другой стороне. А точнее, не видим. Наконец-то дом Пляса. Практически весь уже разобрали. Дом еще называют дом жадности, да? Да. Украинский бизнесмен Алексей Пляс хотел построить здесь гостинично-развлекательный комплекс. Точнее, он его практически достроил уже. Но там были, как оказалось, нарушены все нормы какие-то. В общем, там даже 50 метров от воды не было. Да и не только в этом, да? Непонятно, куда канализация должна была уходить. Ну, как обычно в украинские времена все так делалось. Сколько денег дашь, столько... В общем, надо было это все дело сносить. Еще с 16-го года суд вынес постановление о сносе. Но, естественно, никто за свои деньги не хотел это делать, сносить. Потому что в Киеве хозяин. Поэтому решил забить на это все дело. Ну и сейчас при реконструкции набережной, да? При строительстве яхтенной марины решили убрать это... Недоразумение. Огромное строение, да? Да, такой памятник человеческой жадности. Так в пиндюре сюда. Это, кстати, еще надо делать это аккуратно. Потому что тут памятники архитектуры рядом. Поэтому надо все делать максимально аккуратно. Ну, они и сделали. Смотри, было сколько? Девятиэтажное здание. Кстати, у нас есть ролик, где мы гуляем внутри дома пляса. Это уже все история. Уже повторить такое никому не удастся. И славик залазил на самую вершинку, на самый пик, на крыше. Вообще. Такой ветер жуткий. Я не знаю, как мы карабкались. Господин Куприн встречает нас. Любитель балаклавы. Ой, как красиво. Все-таки невероятное место эта бухта. Живописная, прекрасная. Еще в такую погоду. Обожаю. Невероятно приятно прогулка. Погуливаться по набережной балаклавы. Это набережная Назукино. Напомню, да, кто впервые смотрит про балаклаву ролики. На другой стороне, там, где идет сейчас снос дома пляса, эта набережная называется Таврическая. С той же стороны располагается музейный подземный комплекс. В народе музей подводных лодок. Очень интересное место. Очень рекомендую вам его посетить. Шикарная. Вообще, не знаю, после реконструкции там вообще все круто сделали. Эффект вот максимально присутствия такой 5D, да. Кто был там, тот поймет. В балаклаве готовятся к сезону. Уже окрашены все лавочки. Да, побелены тоже урночки. Красиво. Постепенно, постепенно приводится все в порядок после зимы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, котики уже на посту. Рыбку мужчина поймал. Надеются, что им перепадет. Становится прохладно. Ветер поднялся. Что у нас здесь? Паспорт объекта. Будут реконструировать водолечебницу. Ничего себе. Да ты что. Я думала, нафиг снесут, честно говоря. Так же, как и родину. Кинотеатр? Да. Так, а мы подходим на набережную Януковича. Ну, не знаю насчет Януковича, но да. Ого-го-го! Вот это ветер разыгрался. Боюсь, что-то оторвет. Пароход закрыт. Частная территория. Смотрите, как в бухте разыгралось море. Море прям зеленое. Ну что, поснимала, называется, у моря. Немножко у меня волна. Все-таки я грозила пальчиком там на пляже. Она... Я просто не знала, что здесь уже волна идет, как бы разбивается. Видишь, уже ближе к выходу из бухты. Кстати, кто еще здесь не гулял? Пожалуйста, гуляйте, вас никто не запретит. Отличная, красивая набережная, совсем другой уголочек, тихий такой, да, спокойный. Прикольно. Ну вот мы и дошли до конца набережной, доступной обычному обывателю. Ну, собственно, там остался маленький кусочек и уже выход в открытое море. Ну, по большому счету, делать здесь нечего. Ну, здесь можно гулять, почему? Здесь отстойник, катеров, яликов. В общем, поехали за чебуреками. Балаклаве интересно выходить в море. Сейчас штормит, сейчас нечего там делать. Нам предлагали по волнам. Она говорит, давай покатаемся на волнах, говорю, не, спасибо. Я в хорошую погодку, в стиль, надо приехать. Мы с нашими друзьями уже нас опять приглашали на катамаранчике, сгоняем как-нибудь, как сейчас погодка улучшится в плане ветра. Хотя она уже улучшилась. Так, Юля сказала показать косяк рыб. Садочно надо на рыбную лопну. До волнки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставили машину на бесплатную парковку И вот здесь напротив чебуречная Сейчас зайдем попробуем местных чебуреков балаклавских Вот она Ого, большая чебуречная Даже очередь есть сегодня, в будний день Ого Тут что, одни чебуреки? Есть янтеки еще страница Соусы, завтраки Прикольно Ну, салаты есть даже, да? Первое блюдо Первое блюдо, блюдо на мангаре Короче, есть все Нас интересуют чебуреки и янтеки От 120 до 170 рублей Без начинки 50 рублей чебуреки С помидором, с грибами, с яблоками и корицей В общем, заказали мы два чебурека с мясом и сыром И один там сулугуни Базилик, короче Вот И чай облепиховый вышло 860 рублей За все, да Единственное, минус, короче Здесь нельзя заплатить по карте Наличик Мы принесли нам пьянтыпки И вот такие солнышки Хочу разрезать Эх, зачем ты это делаешь? Чтобы показать Мне надо было его резать Его надо было просто есть Красота Ну, неплохо, неплохо На вид очень вкусный Так, и у нас еще один Помидор, сулугуни и базилик Ням-ням-ням Хорош? Кипяток? Вообще не жирный Да? Отлично В общем, этой чебуречной уже 45 лет Называется она не СССР А чебуречная в Балаклаве Вот и все Ну, а на этом мы завершаем свой блог Отправляемся в Ялту Миссия выполнена Продегустировали Однозначно рекомендуем Всех будем сюда Отправлять Так, скажем так Рекомендовать своим друзьям Чтобы сюда обязательно заезжали После прогулки в Балаклаве Почему мы сказали чебуречную СССР? Потому что она очень давно работает С 79-го года Поэтому со времен СССР Ну, конечно, она на вид Претерпела изменения, конечно Но по вкусу, говорят, такие же, как были раньше Ну, а с вами были Крым возле местных Юля и Слава Сегодня у нас была большая прогулка Ну, в том числе и в Балаклаве В Ласке Подписывайтесь на наши соцсети Обязательно на Телеграм, ВКонтакте И особенно приглашаем в ВК Дон Там, где эксклюзивные ролики Которых больше нигде нет Все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok